Это Леший. Леший поселился в Пушкино недавно. Смастерил его и установил в своем саду Владимир Колодько. Народный умелец и избушку на курьих ножках построил. Теперь на нее ходят посмотреть со всего поселка. У Пушкина была избушка на курьих ножках. Знать о Пушкине все им по месту жительства положено. Поселок имени Александра Сергеевича появился в Саратовской области в 1941 году. Именно тогда станцию Урбах в советском районе переименовали в Пушкино. Одна из местных легенд гласит, что Пушкин все-таки бывал в этих местах проездом. Он остановился у одного из местных водоемов, чтобы попоить своего коня. Это видели рыбаки, которые ловили здесь рыбу. Если это было на самом деле, то потом он и написал несколько строк и об этом в своем романе «Капитанская дочка». Потому что он отправлялся по местам вот этого восстания. Поиск информации о Пугачевском восстании, скорее всего, и занес Пушкина в Саратовские степи. Об этом рассказывает краевед Раиса Типец. Эту легенду знают и все местные школьники. Лаура – самый лучший читатель местной библиотеки. Это официальное звание ей досталось за любовь к книгам и к Пушкину. Татьяна Бирюкова несколько лет преподавала литературу в сельской школе и в легенду о визите солнца русской поэзии не верит. Изучила много трудов на эту тему. В долгих спорах с запоеданием ягод рождается истина. В истории каждого поселка или города должна быть своя изюминка. Пушкина легенда о коне и Пушкине только украшает. Надежда Новикова, Алексей Чудин, Новости, Телеобъектив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok